Я думаю, что люди хотят форму денег, которая не может эксплуатироваться или быть униженной сильными мира сего. И это биткоин, у которого есть четкие правила, но нет управленцев. Всем привет, вы на канале CryptoCommons, и сегодня мы поговорим про биткоин, разберем ситуацию на рынках в целом, и посмотрим замечательное интервью Натали Брюнелл, как вы уже поняли. Так что поехали! Сразу хочу сказать, если вам нравится криптоконтент, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Этим вы пампите алгоритмы Ютуба и помогаете нам развиваться. Прямо сейчас я приглашаю на наш подкаст Натали Брюнелл. И сразу вопрос, биткоин стоил 34 тысячи буквально в четверг, а сегодня утром без малого достиг 45. Это как? Так, секундочку, биткоин стоит уже далеко не 44, не 45, а уже на момент того, когда я это записываю, он стоит все 39 с половиной. И у многих наверняка паника, что происходит, будем ли мы дальше падать или это просто медвежья ловушка. Давайте я скажу, что я думаю, а потом мы продолжим смотреть интервью. Во-первых, сегодня стоит отметить, что в отличие от биткоина, золото очень хорошо пошло. Соответственно, график золота к биткоину идет наверх, что не может не радовать меня, поскольку у меня открыт хеджевый лонг по золоту. Я об этом вам говорю уже месяц, ребята, по-моему, даже второй месяц, что на Femix можно хеджироваться и лонговать золото. Поэтому, ребята, не забывайте об этом. Ссылка на Femix в описании этого видео. Находите ссылочку, по ней регистрируйтесь и торгуйте. Вот, с биткоином же ситуация следующая. Смотрите, происходит паттерн W, и он пока еще не аннулировался. До тех пор, пока мы не переписали вот этот low, он не аннулировался. И я смотрел Томаса сейчас, Team Underground, нашего товарища из Голландии. Он тоже говорит, что это, скорее всего, просто медвежья ловушка. Да и вообще, в целом-то, если так посмотреть, то мы находимся в канале с вами. Вот у нас есть восходящая траектория, мы просто сейчас как бы, ну, корректируемся внутри этой восходящей траектории. Поэтому очень важно посмотреть, что будет в ближайшее время. Если мы все-таки отбиваемся и удерживаемся здесь, то паттерн W остается актуальным. И, соответственно, мы идем куда-то на 52-54 тысячи или даже выше в ближайшей перспективе. Но, естественно, все может быть, рынок волатильный, сами понимаете, могут и сквязануть еще сиреней. Поэтому давайте контролировать риски. Я сейчас нахожусь в безубытке и немного разгрузился. Держу один биткоин в лонге с ценой входа 39.300. Конечно, цена входа не самая лучшая, но я думаю, что выруливаю эту ситуацию. Локально мы что видим? Что биткоин у нас с вами падает на 15 минутках, да? Закатывающаяся история. И, может быть, мы еще увидим финальную капитуляцию. Но более глобально мы видим что? Что у нас есть повышающиеся минимумы. Даже здесь на 15 минутках, да? Ну, можно вот так вот это изобразить. Можно вот так вот, если мы сейчас отскочим. Но есть, в общем, локальный тренд наверх после вот этого отскока, который у нас был с вами примерно неделю назад. И как бы мы двигаемся зигзагами туда. Если вы включите недельный график, то тут совсем все прекрасно. Посмотрите. У нас с вами зеленая недельная свеча хайкенаши. Это очень-очень хороший знак. Даже если она такая же, как вот здесь, то нас ждет следующая сильная свеча. Но я думаю, что она будет более устойчивая. Эта свеча. Потому что я напоминаю вам, ребята, что у нас есть глобальный скрытый бычий дивер. По вот этим вот лоям. И по вот этим вот лоям. На множестве метрик, кстати. И на RSI, и на MoneyFlow, и на всяких других. У нас есть глобальный скрытый бычий дивер. То есть у нас здесь более перепроданная цена, чем была вот здесь. Понимаете? И мы все еще удерживаем двухнедельную сетку EMA Ribbon как поддержку. Посмотрите. Мы сейчас прямо на ней. И исторически это лучшее место, чтобы лонговать в бычьем рынке. Вот в этом бычьем рынке. Да, вот здесь мы от нее отбились. И все время удерживались выше. Если же мы ее сейчас провалим, и окажется неправдой все, что я вам говорю, то, конечно же, мы пойдем еще ниже, и рынок будет официально медвежим. Но пока я все еще думаю, что это такая очень масштабная медвежья ловушка. И мы должны очень хорошо отпрыгнуть. Но дисклеймер, не финансовый совет, это всего лишь мое мнение. И у меня на случай того, если я не прав, есть хедж в виде золотых контрактов, в виде ходал позиции на леджере, которую я не торгую ни при каких обстоятельствах. И в виде долларов, конечно, на случай, если мы увидим еще большую просадку. Так что, ребята, продолжаем смотреть интервью с Натали Брюнелл, а потом поговорим. Прямо сейчас я приглашаю на наш подкаст Натали Брюнелл. И сразу вопрос. Биткоин стоил 34 тысячи буквально в четверг. А сегодня утром без малого достиг 45. Это как? О, привет, Чарльз. Очень рада тебя видеть. Как дела? Неужели мир просыпается и понимает, что все существующие формы денег, кроме биткоина, подвержены манипуляциям политиков и централизованному управлению, особенно во время кризисов? И люди выходят, а не покидают этот корабль традиционных устоев. Они видят ущербность традиционной системы, понимая, что их деньги могут быть заморожены или ограничены в доступном объеме или даже стоимости в течение дня по независимым от них причинам. И причины роста биткоина из-за столкновения двух систем. Старой финансовой системы, зависящей от манипуляций, принуждения и послушания центральным властям, участвующим в войне и новой системе, выросшей на пустоте и основанной на свободе, личных правах и надежде. Я думаю, что люди хотят форму денег, которая не может эксплуатироваться или быть униженной сильными мира сего. И это биткоин, у которого есть четкие правила, но нет управленцев. О, да, знаешь, эти все вещи, связанные со SWIFT, Центробанк отреагировал феноменально. И я тряс своими помпонами, думаю, как бы не отключили мой счет. Но было отправлено 22 миллиона через биткоин. И похоже, что это открывает новую главу в истории ценностного предложения, верно? Да, конечно, я согласна с тобой. Как еще можно отправить кому-то помощь, избегая комиссии за денежные переводы? Без задержек, без рисков для контрагента. Но самое главное, я думаю, что люди просто пытаются помочь. И они видят биткоин как форму речи для протеста в тому, что происходит в Украине. Потому что правда в том, что всего лишь несколько человек хотят войны. Политики могут вести войну, потому что они стоят с запечатанным станком. Но хотят ли и люди из этих стран войны? Политики не испытывают проблем людей, которыми они управляют. Не думаю, что кто-то хочет войны. Они хотят экономической свободы и шанса сделать жизнь их семей лучше. С каждым пожертвованием биткоина за границу беженцам, я думаю, у них появляется шанс это сделать. И избежать угнетения властей, которые начинают конфликт. Люди просто хотят экономических возможностей. И свободы. И вот в чем дело. Престарелый страж, как те правительства, о которых ты говорила. К примеру, Марк Мёбиус пренебрегает биткоином, говоря, что Россия его использует или пытается использовать, чтобы обойти все эти проблемы. И что поэтому лучше пользоваться золотом. Что ты скажешь человеку, такому как Марк Мёбиус? Я скажу, что золото все еще часть старой системы, которая трескается от своей централизованности. С ней сложно путешествовать через границы или защитить от захвата, если вы улетаете из страны. А что ты ответишь на аргумент, что биткоин гнусный и используется для гнусных вещей? Определенно, нал используется для гораздо более гнусных вещей. И если говорить о золоте, это определенно твердые деньги. Они плохо инфлируют. Но биткоин – это лучшая форма. Абсолютно дефицитная. Это твердые деньги для цифрового мира, в котором мы живем. Его нельзя контролировать, влиять. Его нельзя захватить политической силой. Золото старо, Чарлз. Натали, позволь тебя спросить, потому что осталось 30 секунд, и меня уже просят заканчивать. В прошлом году, год назад, большинство говорило, что к концу года 100 тысяч легко. Чего не произошло. Что сдерживает сейчас? Когда увидим 100 тысяч? Я думаю, что сдерживает сейчас – это более крупная экономическая картина. Экономика замедляется. Все ожидают скачка ставок. Одно неверное движение, и вы в рецессии, либо банкроты. И, честно говоря, недостаточно людей понимают биткоин. Так что я думаю, люди чрезмерно доверяют системе, у которой долг в 30 триллионов и зависящий от глобальной резервной системы доллара. В то время как другие страны – Россия и Китай – ставят параллельную систему со своими цифровыми валютами, чтобы свергнуть SWIFT. Я думаю, нас ждут неспокойные воды до тех пор, пока наши политики не проснутся и не примут биткоин с его преимуществами для Америки. Потому что мы долго возились на пути к этому ослаблять доллар за счет обычных американцев во благо сильным и богатым. Я думаю, биткоин – это то, что нам может помочь. И когда это случится, и люди осознают это, тогда он достигнет 100 тысяч. Я должен сказать тебе, похоже, это уже происходит. То, что мы видели за последние, скажем, 72 часа. Натали, большое спасибо. Очень приятно, как всегда. Короче говоря, что тут говорить-то, слушайте. Ситуация неопределенная сейчас, но это и хорошо. Когда мы видим неопределенность, когда мы видим страх на рынке, исторически это лучшее время, чтобы покупать. Как было вот здесь у нас с вами, после этого мы увидели отличное ралли. И как, возможно, потенциально сейчас происходит у нас вот здесь. Даже если мы упадем еще ниже, я думаю, что надо будет докупать это и лететь гораздо выше. Потому что справедливая цена биткоина, как я вам уже говорил много раз, мы в этом цикле еще даже не были на ней. Вот по графику BLX к MoneyStok мы вообще, в принципе, все еще в медвежьем рынке находимся с 2017 года. То есть мы не переписали свой all-time high из расчета напечатанной денежной массы. То есть нам, чтобы сейчас биткоин стоил вот те 20 тысяч, нам нужно, чтобы он улетел примерно на 100. И только тогда мы войдем в бэчий рынок и уже, понимаете, пойдем на наши вот эти вот 60, и это будет 300. Поэтому надо просто это понимать, держать это в голове, что биткоин это растущий актив. И все шортисты будут наказаны. Опять же, опережающий индикатор это биткоин рубль. Посмотрите, биткоин рубль уже приблизился к all-time high, и походу перепишет его в ближайшие дни или недели. Конечно же, все кинулись сейчас покупать доллары по 120, но я думаю, что это не лучшая идея. Наверняка будет откатик какой-нибудь, чтобы всех вытрясти из этого. Но не знаю, короче, слушайте. Я, в принципе, рубли не держу, стараюсь. Но если вы думаете, во что выйти, в какой стейбл, то меня спрашивали. Я бы рекомендовал лучше выйти в золото. Есть стейбл PAX G на Binance и на других спотовых биржах PAX Standard Gold Stable Coin. Я уже думаю, что если хранить в чем-то, так это в золоте. А в крипте тоже. Если вы ходлер, я думаю, вас не волнует краткосрочная волатильность. Просто покупайте биток и свои любимые монеты по любым ценам. Складывайте их на кошелечек и ждете вот такого сценария. Короче, все ссылки в описании. Femex, на котором вы можете лонговать золото. Bybit, на котором сейчас у меня все сделки вышли в просадку. Но я держусь. Я думаю, что это медвежья ловушка. И мы сейчас очень хорошо отпрыгнем. Напишите, что думаете вы. А у меня на этом все. С вами был Гринни. Это канал CryptoCommons. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Все ссылки в описании. Всем профитролей. И скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok